И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа, девчонки и мальчишки. Рад приветствовать вас на очередном выпуске ночного летсплея. Играем ночью. Ночью, я как-то уже говорил, обычно я не очень многословен, поэтому каких-то особых замечаний относительно игрового процесса вы от меня не дождетесь. Ну, естественно, я не буду молчать. Даже в формате ночного летсплея я постараюсь вас как-нибудь развлечь, потому что вы моя аудитория, и я сделаю все для того, чтобы клиент был доволен. А вы мои клиенты, поэтому, ребята, готовьтесь. Думаю, будет весело. Итак, дорогие друзья, рад вам сообщить. Что мы находимся уже на втором эпизоде. Вернее, во втором эпизоде игры Doom. Первый эпизод мы проскакали довольно быстро. Почти не встретили никакого сопротивления. Но, может быть, за исключением там некоторых последних уровней. Вернее, даже предпоследний уровень был для нас сложнее, чем все предыдущие. А битва с двумя оборонами Ада не состояла практически никакого труда. Я даже не вспотел. Я как будто пришел туда, и эти два оборона Ада просто стояли на моем пути. Я их уничтожил и пошел дальше. Ну, там, конечно, вы, как вы помните, по сюжету, да и вообще, мы через портал попадаем в комнату полную демонов. Нас там рвут на части. Ну, вероятно, так закончилась жизнь первого космодесантника, которого послали на Марс, чтобы он решил проблему. Чтобы он очистил Марс от демонов. Ну, что ж. Он свою задачу выполнил. В конце его, конечно, телепортнули в комнату полную демонов. Благодаря Джону Кармаку, который является левел-дизайнером и ведущим программистом этой замечательной компании Ада и Софтвер, которая подарила нам легендарный дом. Но хватит разглагольствовать. Пора, как бы сказал Дюк Нюкем, сиськи мять. Вообще заняться делом. А что б Дюк Нюкем подразумевал под этим словом? Заняться делом. Ну, намотать кому-нибудь кишки на рога очередной скотине инопланетной. Согласны? Ну, что ж, этим и займемся. Итак, второй эпизод. Берега Ада. Или Адские берега, как хотите, так и называйте. Сказать, это перемены, а вместо слагаемых суммы не поменяется. Вот, нам предстоит уже, вот, мы, скорее всего, на Марсе. А может быть, на Фобосе. Первый эпизод протекал исключительно на спутнике Дэймосе, если я не ошибаюсь. А второй это Фобосе. А, нет. Первый на Фобосе, видимо, а второй на Дэймосе. Или мы все еще на Дэймосе. Что-то знает. Я уже не помню черта. Если кто-то знает подробности сюжета, детально его разбирал, то напишите просто в комментариях, в чем я был неправ. Я уверен, что я не прав абсолютно. Ну, это, я думаю, не так важно. Видите, впереди адские врата. Почему я их называю адским? Это не потому, что они красного цвета и светятся, как, не знаю, раскаленная лава. Они как будто действительно состоят из чего-то такого демонического. Потому что, когда мы проходим через них, как металлодетектор. Рамка такая, знаете, да? Где-нибудь установлено в торговом центре. Металлодетектор. Или в каких-то других учреждениях, куда не должны попадать люди с оружием. Или вообще с какими-то опасными металлическими предметами. Вот такая же рамка установлена здесь, на Дэймосе. Да. И. Но в отличие от металлодетектора, эта рамка еще наносит нам урон. То есть, если мы задержимся здесь, то она нанесет нам урон. Ну, чтобы не быть голословным. Но в любом случае, я буду проходить через нее. Так, сюда я телепортироваться не буду. Это меня телепортнет в будку к синему ключу. Лучше я туда пройду через рамку. Конечно, я могу... Можно попасть туда двумя способами. Через телепорт или через рамку. Но я предпочитаю пройти через рамку для того, чтобы перестрелять всех солдат и забрать у них оружие. Потому что патроны мне нужны. Как бы без патронов вообще в игре ду выживать. Ну, сами понимаете, что я вам ничего нового не сказал. И сами как раз все это знаете. Забираем ключ, отходим. Наверное, лучше всего в эти окошки не высовываться. Потому что можно сразу получить со всех сторон. Там толпа импов, волонтеров, простых рядовых солдат и сержантов. Куча просто. Но в любом случае туда надо телепортнуться. Да, тот телепорт не в будку ведет, а ведет вот туда. Наружу. А в то большое просторное помещение, где полно уродов. Вот. Поэтому я как бы предпочел сначала взять синий ключ. Можно в принципе попробовать. Знаете, что сделать? Сейчас я не буду сохраняться. Сейчас я выгляну аккуратненько. Золотник и закор. Видите, там. Короче говоря, надо забрать красный ключ. Что интересно, дорогие друзья. Красный ключ на этом уровне. Это, пожалуй, наверное, исключение из правил. Потому что оно практически на всех уровнях. Ключ. Любой ключ. Он открывает дверь, которую открыть необходимо для того, чтобы пройти какой-либо из уровней. А на этом уровне, так сказать, разработчик, левел-дизайнер Джон Кармак решил поступить немножко иначе. Он сделал так. Синий ключ действительно нужен для того, чтобы пройти уровень. А красный ключ не обязателен. Но если вы хотите получить какие-то плюшки, то вы обязаны найти красный ключ. И не каждый знает, где находится этот красный ключ. Но я вам покажу. Ведь я именно здесь для того, чтобы вас не только развлекать, но еще и рассказывать, давать какую-то информацию. Наверное, эта информация будет полезна тем людям, которые будут начинать играть в Думу впервые. Наверняка среди вас, дорогие подписчики, такие люди найдутся. Ну что ж, давайте не будем долго. Говорит тюк-нюкем, сиськи мять. Пора уже наматывать тюшки на чит-рага. Не расстреляли у нас этот пистолет остался. Мы постараемся выжить. Пимпов много. А мы такие с пистолетом завалились. Как будто бы пришли на какую-то тусовку и нарушили чей-то праздник. То есть мы стали, так сказать, совершенно лишними людьми на чужом празднике. Ну что ж, праздник закончен, дорогие друзья. Пора расходиться. Никто не успел разойтись, ну извините. Такова жизнь. Опа, 5%. Что ж поделаешь. Шансов мало выжить. Ну, здесь аптечка, поэтому не страшно. Если даже нас убьют. Ну что ж. Такова воля. Создателя этого уровня. Жона Кармака. И вообще. Разработчиков игры Doom 1993 года. Напомню. Со второй частью Doom я познакомился через 2 года. Вернее, наоборот. Все это говорю. У меня все произошло ровным счетом. Наоборот. Сначала я познакомился со второй частью Doom. Потом через 2 года я решил пройти и первый Doom. Естественно, я его тоже прошел вдоль и поперек. Знаю все закоулочки. Самые злачные места, так сказать. Я знаю. Вот если пробежать по этому перешейку, он исчезнет. Видите? Черт возьми. Откуда я мог это знать? Наверное, потому что я проходил Doom. В том числе и этот эпизод. И много раз. Давайте. И вот смотрите. Казалось бы. Ну вот появилась вот эта вот небольшая вот такой подъемчик с кнопочкой. Казалось бы, эта кнопочка здесь одна. Ну, догадайтесь с трех раз. Сколько кнопочек мы сейчас видим? Многие у вас кинкнут. Да черт возьми, что ты нам заливаешь? Мы видим одну, мать ее, кнопочку. Она действительно одна. Но если мы, так сказать, нескушенный геймер пойдет дальше, пойдет в телепорт. И так до самого конца уровня, может быть, доберется всего, не убьет. Какая демона и все такое прочее. Но. Мы-то с вами искушенные геймеры. Мы заглянем, посмотрим, что по ту сторону Луны. А, дорогие друзья. Там же обычные инопланетяи скрываются. Оп. Действительно. По ту сторону Луны. А только зачем я выстрелил. Оп. Видите, да? Поднимаются тут две такие. Оп. Стеночки. И там помещение. В котором, внимание, находится красный ключ. Теперь вы знаете. Теперь вас не обмануть. Джону Кармаку. Хе-хе-хе. Какому-то там, да? Все, ребята, прекрасно. Ну что ж. У нас два ключа. И теперь я бы, сказать, с чувством выполненного долга, я сохраняюсь. Почему у меня... А, все. Мне показалось на секунду, что у меня вдвое не работает. Я уж подумал, что за фигня такая. Сохранимся. Так, дорогие друзья. Поскольку у нас в кармане два ключа. Граница на замке. Ключи от нее в кармане. Синий и красный. Так. Мы можем телепортнуться и уже идти буквально там. Немножко останется. Но там врагов, ребята. Я уже сказал. Уровень подкупает своим небольшим размером. Своей довольно простой планировкой. Тут врагов достаточно. Тут вам и пинки. Тут и парочка какодемонов вам могут попортить крови. Я не шучу. И вот эта вот кровавая красная жижа. Она отнимает, по-моему, гораздо больше здоровья, чем зеленая и коричневая жижа. По-моему, коричневой жижи в первом доме нет. Она появилась во втором доме. Ну, тоже какая-то радиоактивная субстанция, по которой перемещаться опасно для здоровья без костюма химзащиты. Ну, кому я рассказываю, так все понятно. Я раньше думал, что вот это портал. Но если я встану на него, эта штука жжется. Какая-то опасная субстанция для вашего здоровья. Еще одна. И не сразу поймешь, пока не обожжешься, так сказать. Да, и вот мы все сюда возвращаемся. И мы нажали кнопочку. Мы там нажали, как вы помните, две кнопки. Одну с лицевой стороны, там, ну, другую, с внутренней стороны. Первую кнопку мы нажали вообще или нет? Я что-то не понял. Портал-то не появился. Вероятно, что я много болтал. Нажал только кнопку с внутренней стороны. И забыл про кнопку с внешней стороны. Соответственно, портал в секретную комнату не открылся. Ну, что ж, исправим эту обложенность. Вернемся. И теперь портал должен открыться. Да, сим-сим откройся. Вот портал. Есть у нас неприкосновенный запас. Мало ли пригодится эта аптечечка. Замечательная со всех сторон. Вкусная такая. Со сладкими пилюлями, надеюсь. Шутка. Она с горькими пилюлями, но здоровье поднимает. Будет здоров. Так, и вот сюда, если мы портнемся, там у нас будет секретная комната с какадемонами и сержантами. Она еще и темная. Во-первых, много врагов. Во-вторых, она и темная. Еще к тому же. Что будем делать? Есть ли шансы? Я покажу, как... Так сказать... Вернуться оттуда живым. И при этом забрать... Уничтожить парочку какадемонов и пинки. Черт возьми. Ну, естественно, мы же играем на каком-то там простом ультравайленте. А ультравайлент плюс у нас с вами быстрые пинки. Кошмарные рефлексы монстров. Соответственно, я туда сунулся и тут же получил дуплет сержанта. И парочку пинки, так сказать, отгрызли от меня немножечко филейной части. Моей, которую я скрывал. Всячески старался защититься при помощи... А еще и при помощи моего экзокостюма. Или скафандр космодесантника. Ну, он меня спас. 20% здоровья, правда, осталось. Скорее всего, придется переигрывать нам, дорогие друзья. Маловато что-то. Здоровья. Ну, здесь мы можем забрать плазмомет. Итак, проверим. Два скрета мы нашли. Осталось еще два. Мне надо быть великим математиком, чтобы это понять. Так, что... Все. Ну, что-то, он плазмомет валялся. Ну, да. Больше ничего тут никогда не было. Ну, пойдемте тогда отсюда. Что нам тут еще ловить? Да нечего, господа. Присяжные заседатели. Я еще раньше думал, что где-то тут секрет находился на самом старте. Но я, кажется, путаю с другим уровнем. Да, иногда секреты находятся буквально на самом старте. Вот только появляетесь, есть неподалеку помещения секретные. Если знать, так сказать, где простынку постелить, то и падать не больно. То есть, можно зайти, там и аптечки вам, и оружие с патронами. То есть, на черный день приготовлены. Так, ну все. В принципе, тогда мы что сделаем? 20% здоровья это мало, конечно. Критически мало, аптечки мы забрали. Но, по-моему, там еще, где у нас, мы взяли с вами красную ключ-карту. Там была аптека, да? Не, мы тут все подобрали. Блин. Ну что ж, будем надеяться на свою удачу. Но только на нее надежда и осталась. Вот видите, да? Пинки там перемещаются наверху этой стеночки. А эта стеночка опускается. Я вам сейчас расскажу, как поступить по-умному. Если мы нажмем вот эту кнопку. Естественно, когда я первый раз играл, я обжигался. Меня тут, короче, рвали на части. Я матерился. Ну, я был маленький. Я таких слов еще не знал. Но мне очень хотелось материться. И вот. А сейчас я, как бы, вспоминая себя в детстве, помню, как сказать, да, этот уровень был моей болью. Очередной уровень, который был моей болью, остался, сказать, неизгладимые и кровавые раны на моем детском сердце. В моем, вернее, детском сердце. Ну, а в мозгу неизгладимые впечатления, в том числе и очень приятные. Да. Ну, ностальгия, ребят. Чего поделаешь? Ностальгия по 90-м. Пока там Пинки бесятся. Мы, конечно, их освободим. Мы, конечно, их... Ну, как освободим? Мы их убьем. Думаю, раньше, чем они нас сгрызут. Поэтому... Это, конечно, нечестно. Ну, черт возьми. Какая речь может вообще идти к какой-либо чести, когда один космодесантник отправляется, ну, черт возьми, на Марс или там на Фобос. Без разницы. Один. И он противостоит вот этой вот просто орде нежити, всей вот инопланетной нечисти, демонической вот этой вот всей братьи. Вот. Поэтому говорить о чести мы не будем. Итак, дорогие друзья, если бы вы сначала вот эту кнопочку, вот именно вот, которая напротив вас, вот этот череп, нажали, то опустилась бы стена, и Пинки вас быстренько бы сжевали. Поэтому я советую не нажимать те кнопочки, которые вот в пределах, сказать, вашей видимости. Обратите на кнопочки внимание, которые находятся рядом. Вот, например, на вот эту. Если мы ее нажмем, мы попадаем через портал в секретный коридорчик, где можем забрать кучу синих бутылочек, они восполнят немножечко ваше здоровье, если вы придете сюда подраненным, как и я. Вот, в общем-то, и все. В этом-то и секрет этой кнопочки, вот этого помещения. Все. И оно открывается только один раз за уровень. Второй раз вы уже туда попасть никак не сможете. Ну, во-первых, потому что так распорядился Джон Кармак, левел-дизайнер и предыдущий программист. Ну, а во-вторых, потому что вам туда и не нужно, вы там уже все подобрали. Так что осталось только нажать последнюю кнопку, которая опустит эту стену, и появятся еще несколько пинки. В принципе, их можно завести в портал. Вот бежит пинки, а мы от него в портал, а он может сюда телепортнуться, нет? Кстати, через некоторые телепорты демоны могут телепортироваться, а через некоторые нет. Вот этот, видимо, является исключением. Через него пинки не хочет телепортироваться. Не, не в какую. Так, мы потратили все патроны к дробовику. У нас 28%. Мы не будем рисковать, возьмем плазму сейчас. И с залпом их попытаемся отсюда. Вот так вот. Ай, пистолетный патрон. Блин, 18% уже. Ну, ничего, не переживайте, друзья. Там у нас несколько аптечек еще впереди есть. Так что шансы победить у нас все еще есть. И вот, если бы у нас не было красного ключа, соответственно, за дверь, открывающуюся красным, красный ключ карты, мы бы не попали. Но там кое-что есть, конечно. Я бы не сказал, что там ахти какой хабар мы приобретем, но тем не менее. Это место, по-моему, является секретным. Поэтому, если вы хотите собрать все секреты, вам туда попасть обязательно нужно. Ну, что ж. Пойдем. А можно это сделать в конце. Давайте сделаем так. В конце. А, ребятки? Не хочу сейчас я передвигаться без экзокостюма со своими. Вот этой вот радиоактивной субстанции красного цвета, которая жжется гораздо больнее, чем все остальные субстанции, так сказать. давай сейчас. Вот через этот телепорт они обычно могут телепортнуться. Пинки, например, могут. Импы могут прийти. Если сообразят, так сказать, войти в телепорт. Или их вынудит, так сказать, от алгоритмика, по которой они перемещаются по уровню. Да ничего, она нормально. Справимся. Все. Тут еще как и демон есть. Но у нас один патрон остался. Давайте-ка вернемся, посмотрим. Не забыли мы патрончики с вами. На этом. В этом помещении. Здесь. Нету, да? Там тоже, по-моему, сержанты были. А нет, нифига нету. Все забрали. Подчистую. Подмени. На нашу беду. Ну, ничего. Ничего страшного. Есть один патрон к дробовику. Есть 51 патрон к пистолету. К сожалению, нет у нас шестфольного пулемета. Арни был бы недоволен. Ведь он так любит это оружие. Но мы не Арни. мы какой-то такой персонаж по сравнению с Арни. Правда, также легендарный. Не менее легендарный, чем Арни. Но Дум и Терминатор. Но, ребята, это все на разных вселенных. что мы тут рассуждаем. ну, все, в принципе, что, вот это вот какадемона можно отсюда подстрелить. Можно использовать пистолет. И подстрелить его из пистолета тоже большого труда. Тем более, он мажет постоянно. с какадемонами самая лучшая тактика это вот стрельба из-за угла. Потому что они не могут по вам попасть. Они долбят постоянно в стену с огненными зарядами. А вы остаетесь в безопасности. Пользуйтесь. Ну, конечно, лучше, когда у вас есть дробовик. Вы так по-быстрому убьете. Когда так, у нас есть маленькая аптечечка. Надо будет иметь на всякий случай. Мало ли, потому что сейчас мы телепортнемся в комнату последнюю, которая ведет к концу уровня. И там нам может жутко не повезти с последним кокодемоном, который в упор нас начнет расстреливать. Ну, давай. Ну, с помощью плазмы мы довольно быстро решили этот вопрос. Но посмотрите, друзья, с каким арсеналом мы идем на следующий уровень. Один патрон к дробовику. четыре патрона к плазменной винтовке. Как вы думаете, каковы шансы, что нам удастся выжить на следующем уровне? В принципе, можно попробовать. Давайте сделаем... Кроме того, мы же забыли посетить последнее секретное место. Мы же не так просто взяли красный ключ-карту, чтобы не сказать не для красоты, а нам нужно повесили в качестве ожерелья себе на шею. Космодесантник взял повесил красный ключ и для красоты. Нет, конечно, не для красоты, но у нас патронов мало. Правда, мы должны посетить это помещение, черт возьми. Так, у нас есть пистолетные патроны, чтобы сейчас пробежимся, глянем. Вдруг завалялось парочку клипов пистолетных. Кто не знает, клипы это в периоде с английского обоймы. Это пистолетка, штурмовые винтовки и так далее. Немножечко английского нам не повредит, ребятки? Мало это, меня подростки смотрят, которые, например, английским языком не интересуются. Среди вас есть такие? Так вот, страйкер вас немножко научит ему разуму. Не сказать, чтобы я знал отлично английский язык. Так, со словарем. при желании сказать, при необходимости готов выучить себя язык международный. Тут уж ничего. Так, нам по-быстрому туда к дробовику пробраться, чтобы перестелять всех остальных. Нормально, нормально идет. Чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув. Прекрасно. Прекрасно, ребятки. Неплохо мы прорвались такие. Шансы были небольшие, что мы тут сможем. Но смогли. Потому что дробовиков тут было достаточно. Мы забрали убитых сержантов, а им больше не понадобится. Я вообще не понимаю, как они после смерти вообще могут использовать оружие. Ну, как-то могут, видимо, остаточные какие-то навыки после смерти остаются у зомби. Не знаю, не спрашивайте. Все вопросы к Джону Крамарку с разработчиком игры дома не ко мне. Все, ребят, готово. Прошли уровень. 7 патронов к дробовику и и все. Больше нету. А, ну и 16 пересталет. Думаю, что с этим скудным арсеналом мы как-нибудь в следующей серии попробуем выжить. На втором уровне этого эпизода. А с вами был Страйкер. Давайте перейдем, чтобы не быть голословно. Все секреты мы нашли. Вот. Демонстрирую вам. Да, конечно, да, Джон Ромеро за минуту 30 секунд прошел. Кто-то из их команды поставил рекорд. Но мы не ставили никаких рекордов по скорости. Я обещал вам пройти уровень на высоком уровне сложности. Вот, дорогие друзья, спасибо, что поддерживали меня, спасибо, что были со мной, спасибо, что смотрели меня. И кто не подписался, подписывайтесь на канал, а кто подписался, ну, не забывайте писать ваши пожелания в комментариях. Страйкер по возможности ответит на все ваши вопросы, если таковые будут. Итак, дорогие друзья, всего доброго. Увидимся в следующей серии по Игриду.